Я старался гордиться своей службой, но не мог. Все, что я чувствовал, это стыд. Расистское самооправдание больше не помогало скрыть от самого себя тот факт, что это была оккупация. Это были люди, это были другие люди, и с тех пор я страдаю от чувства вины каждый раз, как вижу пожилого мужчину, похожего на того, которого мы положили на носинки, и сказали иракской полиции его забрать, потому что он не мог передвигаться самостоятельно. Я чувствую вину каждый раз, как вижу мать с детьми, подобную той, которая рыдала в истерике и кричала, что мы хуже Саддама, так как выгнали ее из дома. Я чувствую вину всякий раз, когда вижу молодую девушку, похожую на ту, которую я схватил за руку и вытащил на улицу. Нам говорили, что мы боролись с террористами. Настоящим террористом был я, а эта оккупация настоящим террором. Расизм уже давно является главным средством для оправдания оккупации других стран. Он давно используется для оправдания убийств, порабощений и пыток. Расизм — неотъемлемое оружие нашего правительства. Он мощнее, чем винтовка, танк, бомбардировщик или линкор. Он более разрушителен, чем артиллерия, разрушитель бункеров, чем ракета «Томагавк». Хотя все эти типы вооружения создаются с подачи правительства, они бесполезны до той поры, пока люди не начнут их использовать. Тем, кто отправляет нас воевать, не приходится самим спускать курок или стрелять из миномета. Им не приходится сражаться на войне. Они только торгуют войной. Им нужно общество, готовое отправить солдат на бойню. Им нужны солдаты, без лишних вопросов готовые убивать и быть убитыми. Они могут тратить миллионы на одну бомбу, но эта бомба станет оружием, только если военные будут готовы выполнить соответствующий приказ. Они могут отправить войска в любую точку земли, но война начнется, только если солдаты захотят сражаться. Правящий класс, миллиардеры, которые наживаются на людских страданиях, заботятся только о росте своего богатства, контролируя мировую экономику. Поймите, их сила заключается в умении убедить нас в том, что война, угнетение и эксплуатация в наших же интересах. Они знают, что уровень их богатства зависит от того, насколько легко убеждать простых людей идти на смерть, чтобы получить контроль над рынком другой страны. Наша готовность убивать и идти на смерть основана на их способности убедить нас в том, что мы чем-то лучше других. Солдаты, моряки и летчики ничего не приобрели благодаря этой оккупации, как и большинство жителей США, которые тоже ничего от этого не выиграли. Более того, мы не только ничего не получили, мы еще и пострадали. Мы теряем конечности, получаем увечья и отдаем жизни. Нашим семьям приходится смотреть, как покрытые флагом гробы опускают в землю. Миллионы наших сограждан без работы, не имеющие медицинского обслуживания и доступа к образованию, должны наблюдать, как правительство тратит более 450 миллионов долларов в день на эту оккупацию. Бедные трудяги-американцы посланы в другую страну убивать бедных трудяг, живущих там, чтобы богатые стали еще богаче. Не будь расизма, наши солдаты увидели бы, что у нас больше общего с иракским народом, чем с богатеями, пославшими нас на войну. В Ираке я выкидывал семьи на улицы, а вернувшись домой, обнаружил выброшенные на улицы американские семьи. Из-за этого ужасного, бессмысленного, ипотечного кризиса мы должны проснуться и осознать, что наши настоящие враги не в дальних странах. Это не люди, чьих имен мы не знаем и чью культуру мы не понимаем. Враги — это те люди, которых мы знаем очень хорошо. Враг — это система, которая ведет войну, когда это ей на руку. Враг — это директор, который увольняет нас, потому что ему это выгодно. Это страховые компании, которые отказывают в медицинском обслуживании, когда это им выгодно. Это банки, которые забирают наши дома, когда это им выгодно. Наши враги не за морями от нас, они здесь, под боком. Если мы организуем борьбу вместе с нашими братьями и сестрами, то сможем покончить с этой войной. Мы вырвем у правительства жало и создадим лучший мир. Если тирания и угнетение когда-либо придут на эту землю, то они будут представлены в виде войны против внешнего врага. Лишение свободы в родной стране будет преподноситься как мера борьбы против внешнего врага, реального или выдуманного. Джеймс Мэдисон